1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Мананы. Находит все. Чисто. Отлично. Человек работает. Хорошо, Манана, как вы себя чувствуете? Полная я себя чувствую великолепно. Отлично. У нас остались 10 ваших вопросов к куратору. И сейчас я буду приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти к кураторе или учителям Мананы. Здесь мальфина. Снимаются маски, голограммы, фантом предстоит перед тобой. В первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора Пола, куратора Мананы в нашей комнате диагностики. Рад находиться здесь снова. Приветствую всех в этой прекрасной комнате. Приветствуем вас, Пол. 10 вопросов Манана написала к вам. Если вы позволите, я начинаю с первого вопроса. Радость, это вечер. Начиная со вступления, я ждала куратора Ночийский и благодарю его от сердца, что он присутствовал. Мои вопросы. Первый вопрос. Вы мой куратор с самого рождения? Да. Я куратор до рождения. С того момента, когда душа выбрала родителей и спустилась на землю. Начиная расти и обретать биороботы, я наблюдаю за развитием биоробота и развитием души. Благодарю. Благодарю вас, Пол. Второй вопрос. Что в моем случае означает гибридная душа? Гибридная душа – это смесь определенных душ, созданных на разных объектах. Каждый объект несет свою определенную характеристику, набор знаний. Гибридная душа имеет знания и характеристики с двух и даже иногда трех объектов. В твоем случае Солнце и Ангельский уровень скрещены для получения новых знаний и развития. Благодарю. Благодарю вас. Третий вопрос. Правда, вы только что на него ответили. С какой планеты моя душа и как выглядит дом моей души? Как я уже сказал, твой дом – это Звезда Солнца. Ты спокойно можешь посещать Солнце. Второй твой дом – это Ангельский уровень. Оба этих объекта в твоем доступе. Несут они разные чувства и эмоции. На Ангельском уровне ты больше отдыхаешь и созидаешь. На Звезде Солнце ты больше работаешь, исследуешь и общаешься. Благодарю. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Задолго до чистки у меня была паническая слабость в запястьях, плечах и коленях. Я, прочувствовав, увидела, что я стою порабощенная и кто-то в черном капюшоне давит на мои запястья и растворяется. Кто это был? Кто-то кого-то допустил в свое биополе очередной интерферент. Все четко и понятно. Мы здесь закончили, уважаемый Пол. Хотели добавить? Я, да, хотел бы добавить, сказав, что твое внутреннее состояние не было уравновешено, не было уверенности. И на эту слабость и внутреннее разочарование интерферент зашел и поработил. Если ты помнишь, твоя душа была расщеплена, и часть ее находилась у ящера уже долгое время. Благодарю. Благодарю вас, Пол. Пятый вопрос. Много лет я ходила как во сне. Разум был с телом, но не в теле. Вернула около года назад силой воли. Но мне все время кажется, что мне кто-то помог. Мне помогли? Безусловно, я постоянно нахожусь рядом сам с тобой. Все, что я слышу, это твои мечты, желания и твой настрой. Настроение очень много значит для развития души. Именно для этого нужны кураторы выполнять желания любыми путями. Именно поэтому нужно правильно выражать свои желания. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Когда и где произошло мое последнее воплощение на Земле? Вы спрашиваете про прошлую жизнь? Да, мы знаем, вы куратор на эту жизнь. Хорошо. Я просмотрела немного прошлой жизни. Почти во всех своих жизнях ты выступала в роли защитника, несущего свет. Не важно, в мужском или женском облике ты воплощалась. Я раскрою одну из жизней. Это крестоносцы. Походы. Походы легионов, отрядов. Ты жила в небольшой деревне, была замужем и имела детей. Крестоносцы проходили через вашу деревню. Вся деревня была против этого. Они не убивали и не грабили, но вели себя очень нагло. Не сжигали деревни до тла, но забирали то, что хотели. Ты была женщиной и защищала своих детей. Я расскажу картинку, которая предстает. Передо мной наблюдаю твою прошлую жизнь. Это деревня. Грязные дороги без асфальта. Небольшие дома. Деревня живет очень дружно. Все друг друга знают. В деревне есть кузница и есть тот, кто делает глиняные горшки. У вас есть поля, на которых вы выращиваете определенные злаки, вырабатывая их, делая муку. Деревня живет спокойной, размеренной жизнью. Как я уже сказал, все знают друг друга. Дети растут вместе. Мужчины и женщины помогают друг другу в общих работах. Есть старейшина, которая проводит собрания и решает, что делать дальше. Ты одна из женщин, которая занимается хозяйством, перерабатывает злаки, вместе со всеми убирает их, рост убирает их, а также смотрит за детьми. Крестоносцы проложили путь через вашу деревню. Они останавливались и приказывали готовить им дуо. Отдыхали и ехали дальше. Это не нравилось никому из вас, но это был государственный приказ. Ты прожила долгую жизнь по тем временам, вырастив двоих детей. Ты и дочь Майя. Тебя звали Майя. Я закончил. Благодарю вас, уважаемый Пол, за этот экскурс в прошлое. Седьмой вопрос. Что значит быть куратором? Когда и как вы меня видите? Мне нужна информация, чтобы почувствовать это. Я немного рассказал выше, что я слышу твои желания, твои чувства и настроения. Я слышу, как с понижением настроения падают твои вибрации, твои мысли и мечты. Можно сказать, я знаю твою душу. И мне приятно, когда душа развивается, растет и находится в позитивном состоянии. Это приятно не только мне, но и тебе. Дальше я говорил про желания. Те желания и эмоции, которые вы отправляете в мир, в земной мир, никуда не уходят. Они остаются рядом с вами. Определенная энергия, влияющая на других людей. Также чужие энергии влияют на вас и тормозят развитие ваших желаний. Когда вы замыкаетесь внутри и сдерживаете свои чувства и эмоции. Я наблюдаю за тобой, за душой, за ее развитием и за изменениями настроения и ростом твоих знаний. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Дорогой Пол, могли бы вы рассказать больше о моих энергиях? Они как-то связаны с танцем, с движением? Энергии. Своего стержня. Я уже говорил, как они выглядят. Белые энергии, обрамленные желтыми солнечными лучами. В гармонии с делом. Они могут выражаться разными восприятиями. В том числе танцами. Это значит, что стержень балансирует и гармонизирует с биороботом. Это называется поток. Когда происходит гармония, кто-то выражает это танцами, кто-то музыкой, а кто-то спортом. Происходит соединение души и тела. Благодарю. Благодарю вас, Пол. Следующие два вопроса, девятый и десятый, они о чистке, которые мы проводили. Была информация, девятый вопрос. Была информация, что я бесхребетная. Какая я? Я объясню, в каком контексте это было сказано. Бесхребетная – это значит, что ты часто умалкиваешь и держишь в себе чувства и невысказанные слова. А также ты не можешь отказывать и говорить «нет», делая в ущерб себе, тратишь свое время, энергии и жизнь. В этом контексте было сказано, что ты бесхребетная. Нужно научиться говорить «нет», когда у тебя нет ресурсов на помощь, энергетических и временных. Благодарю. Благодарю вас. Действительно, слово «нет» является самым сложным словом в нашем человеческом понимании. Именно сказать «нет», отстоять свои позиции. Я перехожу к последнему, десятому вопросу. Во время чистки я узнала, что моя тонкая копия спала. Наверное, я много лет спала. Что я нарушила, что позволило себе уснуть? Вернее, как смогли меня усыпить? Этот вопрос связан с предыдущим. Да, в принципе, вы уже ответили на него. Ты жила чужими жизнями, забывая о своей и откладывая свою жизнь на завтра и послезавтра. Именно так называется «спала», тратив свою жизнь и ресурсы на других, не заботясь о себе и своем внутреннем развитии, процветании и осознании. Твоя душа спала, твое тонкое тело спало. Душа кричала, твое настроение портилось. Но в целом внутреннего развития не происходило. «Спала» — это переносное значение. Благодарю. Благодарю вас, Пол. Это был последний вопрос. Вопросов больше нет. Если вы хотите от себя еще что-то добавить, что мы не сказали, был бы самый лучший момент. Я хочу сказать, что я благодарен за то, что душа проснулась, воспряла и начала светить правильным светом. Не тем светом, которым раздают, не рассчитывая свои силы, а умным, спокойным, осознанным светом. Благодарю вас за это. Я благодарю вас, Пол, за то, что вы достучались до своей подопечной. Остался маленький нюанс, о нем вы уже знаете. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы передаем этот скромный подарок куратору Полу с благодарностью за его помощь, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Да, я помню этот подарок. Благодарю вас. Благодарим вас, Пол. Традиционно мы не прощаемся, остаемся на связи. Я говорю, до скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Манана, мы закончили встречу с вашим куратором Полом. Вы получили ответы на все свои вопросы. Очень интересные ответы. И скажу правду, большинство из этих ответов мне близки. И были, я их знала заранее. Будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Мананы в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok